Африканского сама в искусственных условиях впервые начали выращивать в Меркенском районе Жамбылской области. Для этого в селе Гранитогорск построили бассейны и установили современное оборудование. Устройство замкнутого водоснабжения. С его помощью происходит очистка и замена воды. Всего с начала года в области вырастили почти 860 тонн товарной рыбы. Для успешного развития действует региональная программа рыбного хозяйства до 2030 года. Анастасия Сулейманова расскажет. Год назад в этом рыбном хозяйстве впервые в регионе в искусственных условиях начали выращивать африканского сама. Весь процесс аэминаты кринки до взрослой рыбы товарного вида занимает полгода, рассказывает технолог Татьяна Боровикова. Малюк появляется уже на третьи сутки и начинает самостоятельно питаться. Первоначально было маточное стадо, это 150 килограмм. За одну инкубацию у нас вышло 10 тысяч мальков. Сейчас мы инкубируем, у нас уже за одну инкубацию 40 тысяч мальков. Мы частично мальков продаем, приходят к нам с других ферм. У нас в год должно быть 20 тонн. Хаотично мы их каждые три месяца инкубируем. Ухаживать за африканским самом несложно. Главное, содержать в чистоте бассейны. А кормление заморской рыбы зависит от возраста, говорят специалисты. Например, мальков кормят 12 раз в день. Но главное условие для комфортного содержания африканского сама – это постоянно тёплая вода. Для этого применяют современное оборудование – устройство замкнутого водоснабжения. С помощью такого устройства замкнутого водоснабжения рыбу здесь выращивают круглый год. Для этого поддерживают специальный температурный режим в 24-26 градусов тепла. Если эти показатели меньше, то африканский сом перестаёт питаться и не набирает нужного товарного веса. А значит, уйдёт больше средств на корм. Да и для роста рыбы понадобится больше полугода. Поэтому температуру, чистоту воды контролируют постоянно. Автоматическую очистку проводят биофильтры. Всё, что нитриты, нитраты, аммиак у рыбы есть, оно поступает в биофильтры, очищается. И уже опять приходит чистая вода в бассейне. Это и есть замкнутый круг. И, соответственно, два раза в день идёт водообмен воды. То есть эта вода меняется на свежую. Воды если не будет, у нас водонасосная башня стоит, у нас всегда она в запасе. Товарную рыбу реализуют на местных рынках. Спрос есть и в соседних областях. В планах рыбного хозяйства в следующем году запустить завод по переработке продукции. А также начать разводить форель. Для этого построили дополнительные бассейны. Всего в регионе действует больше 30 рыбных хозяйств. Им оказывают государственную поддержку. С местного бюджета выделено 281 миллион. Уже получили предприниматель 130 миллионов. Остальные деньги будут освоены до конца года. Субсидированные выдаются на малька 50%, а корм 30%. Ещё на 25% субсидируют из республиканского бюджета затраты на покупку оборудования и строительство водоёмов. До 2030 года в Жамбулской области планируют довести производство рыбы до 8 тысяч тонн в год.